Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Игорь Яковенко со мной на связи прямо сейчас. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Игорь Александрович, я хочу начать наш разговор с атмосферы и с того, что происходит с МИД Российской Федерации. Ну, какие-то просто умопомрачительные заявления. Ну, во-первых, вчера Захарова выходила и говорила, что надуманные якобы у Киева причины не запускать аммиакопровод Тольятти и Одесса. Хотя, вроде как, договорились по версии Москвы на зерновой сделке, но, собственно, ВОЗ и ныне там. Но больше всего поразили новые или как обновленные требования Российской Федерации с уст замглавы МИД Российской Федерации. Михаил Галузин сказал, что нужно, понятно, признать реалии на земле, имеется в виду территориальное, отказаться от стремления в Евросоюз и признать русский язык государственным. Ну, как-то очень интересно выглядят эти заявления. Мне интересно ваше мнение. Есть вообще здесь какое-то, ну, как это модно говорить, поле для компромисса, для каких-то переговоров, для столкновения, ну, вот, дипломатических усилий? Ну, знаете, я думаю, что то, что сделал Лавров и его команда с МИДом, он просто ликвидировал МИД как сферу дипломатическую, которую трудно сейчас назвать, то, что происходит в МИДе, это трудно назвать дипломатией. Он превратил МИД в такую структуру, скажем, что-то среднее между одним из пропагандистских каналов, просто вот, ну, таким, как программа Соловьева, там, Скобеева и так далее, и, значит, пресс-службы Министерства обороны. Ну, что-то в этом роде. То есть, дипломатических функций МИД сейчас практически не выполняет, потому что, ну, они выступают просто с какими-то заявлениями, там, всякие дразнилки в адрес, значит, политикателей Запада очень распространены, но этим занимается в основном Захарова, да и Лавров тоже. Значит, какие-то заявления странные, совершенно оторванные от жизни, например, ну, выдающееся заявление замминистра иностранного дела Рябкова, который сказал, что НАТО должно собирать манатки и убираться на линии 97-го года. Ну, понимаете, ну, опять-таки, ну, можно, конечно, такое сказать. Я понимаю, когда подобного рода вещи говорят какие-то люди, там, обыватель какой-нибудь, который говорит, да что это НАТО, вот оно надоело, пусть оно вообще идет к чертовой матери. Значит, ну, понятно, человек выплескивает свои эмоции, те или иные. Или когда кто-то из пропагандистов что-то подобное говорит. Ну, здесь уже сложнее, но, тем не менее, это можно понять. Но когда это, вот, подобного рода вещи говорят чиновники, ну, это имеется в виду не просто чиновники, опять-таки, еще раз, вот давайте идем по понижению. Когда подобного рода вещи говорит депутат какой-нибудь, даже Государственной Думы, ну, это можно понять, потому что он, у него задача, у него же задача избираться, у него задача понравиться своему избирателю, и он ищет, так сказать, вот того избирателя, ту аудиторию, которая подобного рода риторика может понравиться. Ну, тоже понятно. Противно, конечно, но понятно. Но когда такие вещи говорят сотрудники МИДа, то это же не дипломатия, потому что, ну, о чем с тобой разговаривать, если ты просто вот сидишь, дразнишься и плюешься из трубочки. А это вот то, чем занимается Лавров и его команда. Ну, и подобного рода вот требования, заявления, там, убираться до линии 93-97 года, или, значит, вот сейчас в нынешних реалиях, вот сейчас нынешние реалии, когда Украина доказала, что ее победить невозможно просто, и когда не получилось ничего сделать военными методами, ну, говорить о том, что, значит, вот сейчас, а вы лучше сдайтесь, да, лучше сдайтесь, лучше, значит, отдайте свою территорию и прекратите сопротивляться. Ну, вот это зачем? Ну, подобного рода требования, они, и предложения, они, в общем-то, еще раз говорю, они понятны в устах обывателей, понятны в устах пропагандистов, менее понятны, но тем не менее, хоть как-то в устах депутатов, но люди, которые себя называют дипломатами, они такого рода вещи делать не должны, потому что, ну, в данном случае происходит просто разрыв коммуникации. Ну, о чем могут говорить, скажем, украинцы с людьми, которые вот осуществляют такую риторику, или представители западной дипломатии? О чем можно говорить? Ну, понимаете, в российских пропагандистских кругах принято, например, ну, сейчас уже существует обращение к украинцам с помощью этнофализма, то есть с помощью бранных выражений. Ну, и какие могут быть разговоры, какие могут быть переговоры, какая может быть дипломатия, если людей просто обзывают? Какая может быть дипломатия, например, с немцами, если там канцлеров РГ называют там ливерной колбасой, да? Ну, хорошо, если ты ливерной колбасой называешь человека, ну, и как ты хочешь, чтобы он с тобой после этого разговаривал? Зачем? Это значит, просто ты ликвидируешь дипломатию и превращаешь себя в совсем другое ведомство. Что, собственно, и произошло? Ну, это украинский пример. Здесь нужно отметить. По поводу ливерной колбасы это украинский пример. Нет, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Значит, я это слышал очень много от российских пропагандистов. Которые цитировали Андрея Мельника, который сейчас замглавой МИД Украины. И этот выпад был исключительно вот в тот период, когда Шольц определялся, помогать или не помогать Украине. Это такое было давление от Андрея Мельника непосредственно на Германию. Я хочу зафиксировать, что просто факт-чекинг здесь важен. Изначально это все пошло от российских пропагандистских каналов. Ну и то, что украинские должностные лица это подхватили, я считаю, что это ошибка. Нет, подождите, это не украинский. Стоп. Это выражение Андрея Мельника. Вы уверены в том, что Андрей Мельник сам придумал это? Что он первый? Подождите, выражение «ливерная колбаса» придумал, конечно же, не Мельник. Но он первый его употребил в баталиях, когда сражалась Украина за немецкое оружие, во время того, как Мельник был... Еще раз, у нас сейчас мы по кругу идем. Вы уверены в том, что именно Мельник первым употребил это в отношении Шольца? Вот что вам дает уверенность? Публично в своем твиттере. Нет, еще раз. То, что он публично в своем твиттере, это я знаю. Но вы уверены, что до этого в российских пабликах это не употреблялось? Я же про это. То есть вы проанализировали все российские... Погодите, российские паблики повторяли за Мельником. Нет, одну секундочку. Вы уверены, что сначала российские паблики этого не говорили? Я думаю, да. Но Мельник извинялся за эту ливерную колбасу. Вы думаете, а я утверждаю, что в российских пабликах, в российских, российские СМИ этот термин, эту дразнилку по отношению к канцлеру ФРГ употребили до украинского должностного лица. Я просто это знаю, потому что я изучал, я слежу за российскими СМИ и я это знаю. Получается, что Мельник повторил российскую пропаганду? Возможно, возможно. Во всем случае взял то слово, которое там употреблял. Я думаю, что это ошибка. Я думаю, что правильно, что он за это извинился. А российские СМИ за это не извинялись. Вот в чем разница. Понимаете, я не слышал никогда, чтобы... Мария, вот в чем принципиальная разница? Значит, украинское должностное лицо за это извинилось, признало свою ошибку, потому что действительно это ошибка. А я никогда не слышал, чтобы, например, Мария Захарова по поводу бранных слов в адрес западных лидеров хоть когда-нибудь извинила. Вы слышали? Я вопрос задал. Ну, этого, конечно, я не слышал. Здесь говорят напропалую. Вот разница в этом, понимаете? Разница в этом. То есть, украинская дипломатия сохраняет себя, потому что, да, какие-то люди делают ошибки, они за это извиняются. А российская дипломатия исчезла. Именно поэтому с украинской дипломатией имеют дело. Именно поэтому Зеленского принимают во всех парламентах мира. А Путина нет. Ну, не только поэтому, но и поэтому тоже. То есть, я еще раз подчеркиваю, что российская дипломатия самоликвидировалась. Ее просто нет. И, да, она продолжает оставаться эффективной, значит, скажем, в африканских странах. Но там эта эффективность определяется не дипломатическими способами, а просто тем количеством денег, которые, так сказать, при этом раздается. То есть, там просто покупается лояльность стран. Просто покупается за деньги. Но не дипломатическими методами. Еще раз подчеркиваю, дипломатическая сторона, вот то, что называется, ну, иногда называется мягкой силой. Хотя это не только дипломатия. Но в данном случае, я еще раз утверждаю, что Лавров ликвидировал дипломатические инструменты взаимодействия со страной. То есть, просто полностью ликвидировал. Я не утверждаю, что это целиком вина Лаврова. Скорее всего, он просто выполнял тот общий курс, реализовывал тот общий курс, который задал президент. Задал его, прежде всего, своим выступлением, значит, знаменитой Мюнхенской речью 2007 года. Да, безусловно. Но мы просто те люди, кто внимательно следят за российской политикой, помнят, что тот же самый Лавров в начале 90-х, это был совершенно другой человек, когда он служил в МИДе под руководством того же самого Козырева. Это был совершенно другой человек. Это был человек, который действительно был дипломатом. Но сейчас все. Понимаете, это вырождение профессии. Дипломатия в России выродилась точно таким же образом, как журналистика, как юриспруденция, как судебная власть. То есть, это вырождение. Вот ее просто нет. Ну, в Украине похожие процессы. И с журналистикой, и с дипломатией, и с судебной властью. Ну, давайте дальше продолжим. Я просто должен сказать, что... Хочу сказать, что у меня совершенно другая точка зрения. Я довольно много сотрудничаю с украинскими журналистами. И вы себя украинским журналистом считаете? Ну, конечно, я только украинский журналист, и никакой больше. Вы считаете, что вы пример вырождения украинской журналистики? В какой-то степени да, потому что приходится работать именно в условиях войны, которая подразумевает совершенно другие принципы и подходы. И понятно, скажем так, отсутствие факт-чекинга именно с места событий, потому что, ну, давайте так, у нас достаточно жестко с аккредитацией на передовой и ближе к линии фронта накладывает определенный отпечаток народ деятельности и, скажем так, сообщаемые материалы. То есть, если брать журналистику в чистом виде, конечно, ну, далеко не идеально и не, скажем так, и не стерильна эта атмосфера в плане, там, соблюдения и стандартов и всего остального. Ну, вы же понимаете, идет война. Нет, Анутик, это важная тема, мне бы не хотелось просто ее комкать, и поэтому я хотел задать вопрос. Значит, мы с вами понимаем оба, что война, безусловно, ограничивает демократию. То есть, это понятно. В условиях войны, безусловно, сокращается, съеживается, свободу словом. Но я не могу о себе, например, сказать, что я вырожденец, да, я вот выродился как журналист. Нет. Значит, и вы то же самое. Вот вы сейчас только что сказали, что, безусловно, война сказывается, но, тем не менее, вы сохраняете возможность критиковать, в том числе, украинскую власть. Сохраняете? Только что вы это делали? Только что. Поэтому и украинские журналисты тоже, находясь в Украине, они позволяют себе критиковать украинскую власть, критиковать президента, и высказывать свободно свои мысли и мнения. Поэтому я не вижу, в чем вырождение журналистов. И, значит, украинская дипломатия работает. Она работает, она эффективна. Но это же очевидно. Иначе бы в Украине не оказывалась такая помощь, которая оказывается. Украинская дипломатия работает эффективно. Они входят... Да, там иногда, вот вы привели пример совершенно справедливо, крайне неудачный. А какие-то неудачи бывают. Можно привести еще целый ряд неудач украинской дипломатии. Я их вижу. Но у меня просто, в отличие от вас, нет возможности морального права критиковать. Ну, так, я сам на себя, никто на меня не навешивал эти ограничения. Я сам на себя их взял просто морально. Да, я критикую, потому что, ну... Вы, гражданин Украины, имеете полное право. И вы можете это делать, что очень важно. Очень важно, что вы можете это делать. Поэтому я не считаю, я с вами не согласен, что деградация... Вот это вот, понимаете, какая-то интонация уравнения, что в России деградирует, а в Украине тоже деградирует. Мне кажется, это ошибка. Да, я с вами полностью согласен. Здесь несопоставимые вещи происходят. Просто вы привели ряд, да, вот там дипломатия, журналистика, судебная система. И вот исключительно в этом ряду, если сравнивать ряды, происходят похожие процессы. Ну, вот судебная система, прихлопнули там целую... Ну, целую банду судей, да, в Верховном суде. Каждому в конверт. То есть, это тоже как бы деградация. Да, пожалуйста. Извините, извините, пожалуйста. Вот важная тема, это же важная, понимаете. Она может быть даже важнее тех новостных... Я понимаю, что я немножко сбиваю повестку, которую вы для себя в голове выстроили. Но мне кажется, это важная история. Может быть, даже более важная, чем та повестка, которую вы планировали. Значит, смотрите. Можете ли вы себе представить, что в России сегодня прихлопнули, как вы выразились, целую банду судей? Значит, в России... Ну, вот, яркий пример альтернативный. Судья Зорькин, который, так сказать, пританцовывая, на полусогнутых прибегает к Путину... С картой. Да, приносит ему вещдок. Понимаете, он вещдок ему принес. В зубах практически. Приседая. Владимир Владимирович, вот я вам, смотрите, карту принес. И вот в этой карте Украины нет. А нет Украины. Ну, там, правда, написано слово «Украина» большими буквами, очень крупным кеглем. Ну, латиницей, правда. Казацкая республика, да. С 19 века. Украина. Да, там написано. Но нет Украины. И вот там очень смешная карта. Она не смешная, она реальная. Ну, копия. Но она полностью опровергает всю концепцию истории, которую Путин декларирует. Ну, вот судья. Понимаете? Ну, можно себе представить, значит, а здесь Верховного Судью арестовывают. Ну, это же как? Это же совсем другая ситуация. Да, безусловно, кто может отрицать, что в Украине есть коррупция? Но здесь борются с этой коррупцией. Борются. Она проблема. Она болезнь, которую лечат. На наших, на ваших глазах. А в России коррупция является основой экономики. Вот в чем разница. Эта разница кардинальная. В одном случае это болезнь, а в другом случае это основа. То есть, в одном случае это гигантский глист-солитер, который живет внутри организма, но он является болезнью. Он чужеродное тело, которое организм пытается отторгнуть. А в другом случае солитер просто является самим организмом. Вот это вот разница, согласитесь, да? И в России коррупция – это просто основа экономики, основа жизни. И главный коррупционер – это Путин. Вот он просто главный. Он создал эту систему. И она вся на этом построена. Поэтому здесь вот все-таки, понимаете, вот я понимаю, что, живя в Украине, может быть, у вас нет вот этого вот ощущения. Невероятная совершенно разница между этими двумя странами – Украина и Россия. И процессы идут совершенно различные. Совершенно кардинально различные. Поэтому здесь внешне что-то может быть похожее. Но суть этих процессов различна. Извините, что я вот на столько времени... Нет, ничего, все достаточно по делу. Интересно ваше мнение. Ну, конечно. Я единственное, что должен для того, чтобы, да, вот как бы не было никаких вопросов. Третье мая, 22-й год. Посол Украины назвал канцлера обиженной ливерной колбасой. Об этом сообщили все издания, в том числе от 3 мая. Шпигель сообщил. Разыгрывать обиженную ливерную колбасу не очень по-государственному, заявил украинский посол на тот момент. Шольц просто не захотел посетить Украину, потому что Киев отказал президенту Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру в визите. Ну, мы помним вот это начало, конец весны, вот от начала вот таких вот действительно жестких переговоров с Германией. Сейчас эта ситуация как бы снята. Ну, вот фиксируем. 3 мая, 22-й год. Мельник вот это высказал. После этого, понятно, ему эту фразу не могут забыть. И там извинялся уже, он не извинялся. Это уже как бы дело такое. Эта фраза стала мемом в отношении Шольца. Но как бы Шольц успешно борется. Я хотел, почему начать... Все-таки важно, что извиниться. Согласитесь, это кардинально меняет. Ну, да. Кардинально меняет, но как бы слово не воробей, поэтому, знаете, это безусловно. Я хотел, почему я начал с дипломатии наш с вами разговор, и вообще с вот этого... Ну, это такая, это очень непростая тема. Потому что, с одной стороны, вроде бы как есть там, ну, люди образованные читали там учебники, где дипломаты представали, как некие там символы, там чуть ли не боги, да, люди, которые могут разрешить любой конфликт, люди, которые представляют государство, государственное интересное, все вот так в спайке. Ли Хуэй приезжает в Москву, и здесь уже как коллега к коллеге. Московский комсомолец, кажется, выпускает публикацию, кажется, он, с неимоверными там, да, вот данными, о том, что Ли Хуэй проехал по всей Европе, жестко поставил условия Западу оставить за Российской Федерацией вот эти новые, так называемые, территории. И вот с этих позиций, вот как бы в Европе, ему, конечно, перечили, говорили, нет, так нельзя. Но вот жестко Китай поставил вот этот, чуть ли там не ультиматум, в ультимативной форме вот этот вопрос, чтобы сохранить за Россией территории. Ну, а дальше, понятно, там встреча с Лавровым. Лавров говорит, мы не против мирных переговоров. Что показал визит Ли Хуэя и вообще, ну, уровень, да, коммуникации и, как бы, вот контакта. О каких следующих шагах, вот что можно увидеть в этом треке китайского мирного плана после визита в Москву? Знаете, я думаю, что это некоторая дымовая завеса. Ну, все на сегодняшний момент прекрасно понимают, что все эти, вся эта эпидемия мирных планов, как от Китая, так и от Южноафриканского союза, Южноафриканской республики, так и от бразильского президента, от Папы Римского. Ну, это некоторая пиаровская история, потому что, ну, слушайте, что лучше, мир или война? Да, вот такое соблазнительное слово. Мир, конечно, да, то есть очевидно. Вот, и дальше любой политик, любой дипломат говорит, ну, вот давайте мир. Давайте мир. Какой мир? Ну, мир, понятно, такой, чтобы это устроило Россию. То, что никакого абсолютно шанса на эту мирную инициативу не будет, это все понимают. Ну, все люди, которые примерно знают, где находится Россия, где находится Украина, хотя бы представляют эти две страны. Вот эти все люди, они понимают, что это обманка, это полная провокация, это все понимают. Почему Китай это делает? А теперь давайте посмотрим. Вот это слова, согласитесь, это слова, правда? А теперь посмотрим, какие дела. Вот только что прошло, вот то, что важно, это дела. Только что прошло большой саммит в Центральной Азии, где фактически все страны Центральной Азиатской, включая самую главную, самую экономически сильную страну Казахстан, присягнули фактически на верность новому, новому, главному, влиятельному игроку на этой территории, Китая. Вот там, на самом деле, были дела. То, что Россия фактически ушла из Центральной Азии, где она до сих пор была, в общем-то, гегемоном, безусловно. Там Китай, безусловно, тоже пытался влиять, но именно Россия была гегемоном. В силу целого ряда причин, в силу экономической ситуации, когда там те же самые, значит, трубопроводы казахстанские идут через Россию. И если брать другие страны, то там огромное количество трудовых мигрантов в России. То есть, в общем, там та же самая Киргизия в значительной степени зависела и продолжает зависеть от России. Огромная общая граница, все понятно. Но, тем не менее, на сегодняшний момент Центральная Азия, Россия уже говорит, ну, не то чтобы открыто говорит, нет. Они приехали, когда их через колено стали ломать, они приехали на 9 мая, но в то же время они приехали, помолчали, постояли со скучными лицами и быстренько уехали. Ну, а вот что касается действительно реального влияния, конечно, оно сократилось. И Китай сейчас совершенно спокойно, да, говоря, ничего не стоит китайскому этому спецпредставителю предложить план, который является очень, что называется, маслом по сердцу для Путина, конечно. Но в плане реальной политики Китай, конечно, с удовольствием ждет поражения России, и с удовольствием приберет к рукам Центральную Азию. Да, не полностью, да, там есть другие влияния, там и Запад влияет, и Турция пытается влиять. Но Китай становится доминирующей силой, которая полностью контролирует сейчас Центральную Азию. Это раз. И второе, Китай, конечно, с интересом присматривается к тому, насколько быстро можно реализовать свой план, ту самую знаменитую карту, которую на сайте правительства Китай вывесил, когда был визит Си Цзиньпина в Москву. По этой карте полтора миллиона квадратных километров российской территории обозначены как территория Китая. И названы там населенные пункты китайскими названиями. Там Владивосток, Амур, все это имеет китайское название. То есть Китай ждет поражения России. Ему поражение России выгодно. Потому что фактически Китай занимает то место, которое сейчас занимает Россия. Но не полностью, не целиком. Побережье Ледовитого океана Китаю, конечно, не нужно. Но, по крайней мере, все, что захочет, Китай возьмет в Россию. И в плане влияния, и в плане территории тоже. Вот реальность. Вот это реальные вещи. А то, что Китай сейчас вот этот мирный план предлагает. Ну, у Китая все-таки основной противник, это не Россия, конечно, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому сделать какую-то гадость Соединенным Штатам Америки и создать ситуацию, при которой эта война быстро не закончится, я думаю, в интересах Китая. Я думаю, просто в интересах Китая. Игорь Александрович, но здесь важны нюансы. Понятно, что в этой картине мира, что Китай приобрел влияние, Россия потеряла, Китай идет в такое экспансионистское движение в экономическом плане. Ну, смотрите, Такаев, который был на вот этом съезде ЕАЭС, ну, вот как-то так вот очень уж, не знаю, там, с таким пиететом отзывался о Союзной Республике. И когда у двух стран там одно на двоих ядерное оружие, это прям вот какой-то неимоверный, ну, с неимоверным позитивом этот отзыв. Многие даже, я вот встречал, да, комментаторов, да, они даже расценили, что чуть ли там не Казахстан следующий присоединится к этому союзному новообразованию. Ну, и правда, на следующий день после этого неимоверного фестиваля, как бы, облизывания, да, Путина, который превратился вот этот форум в Шойгу, поехал в Беларусь, и Лукашенко заявил, что физически начали поставлять тактическое ядерное оружие в эту страну. Байден говорит, не нравится ему это, но Белый дом официально говорит, ничего в этом такого нет, потому что это не стратегические силы, это тактическое ядерное оружие, поэтому все как бы нормально. Но вот этот нюанс с ходом, достаточно серьезным геополитическим ходом Кремля по отношению с ядерным оружием в Беларуси, как оцениваете? Вы сейчас в подводке сделали фактически две темы. Это позиция Такаева и ситуация сама по себе с ядерным оружием. Ну, вот это удивительная история, когда мы видим одно и то же событие, но интерпретируем его прямо противоположным образом, потому что я внимательно анализировал вот это вот выступление Такаева, и я в нем увидел и услышал совершенно прямо противоположные интонации. Такаев как раз сказал, что, слушайте, ребята, у нас тут внутри ОДКБ свелось что-то совершенно другое. Вот внутри нашего ОДКБ тут черти что творится. Это было практически, вот слова Такаева было сказано, что мы тут все собираемся по поводу, значит, там каких-то политических вопросов, а тут вот эта парочка, они тут ядерное оружие создали совместно, это совсем другое. Ну, давайте просто поднимем это выступление. Там это практически прямым текстом было сказано. То есть на самом-то деле, я-то считаю, представив себе, что Такаев собирается вступить в союзное государство, ну, я думаю, даже вы со своим таким критическим, несколько таким ехидным настроем, даже вы с этим вряд ли согласитесь. Вот у вас хватит воображения представить себе, что Казахстан вступит третьим в это союзное государство? Ну, вы знаете, мне бы хватило, я бы сказал, утвердительно, если бы, ну, например, не было бы, или там не началось 24 февраля, вот после казахских событий, которые в начале года 22 были, я бы вполне вероятно, как бы говорил, что да, но сейчас это достаточно сложная история, потому что Россия в войне, Россия воюет, и воюет противоправно и бесчестно. Понятно, я восхищаюсь вашим воображением, просто восхищаюсь, потому что я не знаю другого человека, который бы представил, ну, кроме там российских пропагандистов, у которых фантазия зашкаливает, вот, потому что, ну, хорошо представляя себе ситуацию в Казахстане, значит, версия, что Казахстан, да, там есть достаточно большое количество людей, которые неплохо относятся к России, это правда, но в целом в том, что Казахстан абсолютно категорически, ни при каких обстоятельствах не пошел бы в союзное государство третьим с Россией и Беларусь, для меня это совершенно очевидно. Вот, ну, а уж в условиях войны, здесь вы правильно сказали, в условиях войны об этом даже думать нечего. И поэтому само выступление Такаева, обратите внимание, ну, давайте просто фактом, фактом, не к оценкам, а к фактам. Помните выступление Такаева, когда он был на экономическом форуме, когда, значит, он ответил на вопрос, сидя рядом, в расстоянии 2 метра от Путина, когда он сказал на вопрос, а что вот с, значит, с ДНР и ЛНР, тогда это были ДНР и ЛНР, ну, твердо сказал, что это незаконные образования, которые никто в мире не признает, не признает, и Казахстан их тоже не признает и никогда не признает. Так почему он сейчас так не сказал, Игорь Александрович? Сейчас еще. Ну, потому что у него не было вопроса, тогда ему задали этот вопрос, он ответил на этот вопрос. Он сказал, что никогда, ни при каких обстоятельствах, Казахстан не признает ДНР и ЛНР, глядя спокойно в глаза Путина. Путин сидел и проглотил это. То есть человек сидит рядом с ним, говорит, что это незаконные образования, которые никто признает. Это было сказано. А сейчас, потому что, во-первых, никаких ДНР и ЛНР не было, уже нет, вернее, это уже части российской, а это уже оккупированные России полностью территории. И самое главное, то, что ему вопросы не задали. У него был другой вопрос. Отношение вот к тому, что происходит. Поэтому он совершенно спокойно сказал, что, извините, вот тут у нас ОДКБ, мы тут собираемся, а что нам теперь делать? Потому что тут вот, так сказать, есть две страны ОДКБ, которые создают совершенно другую структуру. внутри ОДКБ. И об этом был разговор. И понятно, что этот разговор был именно как вопрос существования ОДКБ в дальнейшем. Как можно существовать ОДКБ, когда внутри него существует отдельный военный блок. Это именно в этом было его выступление. Теперь, что касается самого факта. Зачем? Я думаю, что вот это вот таскание туда-сюда ядерного оружия, я, кстати, не уверен, что оно уже состоялось, это вопрос, но это даже не так важно. Значит, не имеет абсолютно никакого военного значения. То есть, вообще абсолютно никакого. Значит, потому что там средства доставки, что из Беларуси, ну, можно было в Калининград их перетащить, это ядерное оружие, и там гораздо ближе. Поэтому смысла в этом нет абсолютно никакого. Это чисто такой пропагандистский эффект. Значит, опять-таки, еще раз подчеркиваю, что ядерное оружие, начиная с 1949 года, оно утратило свой смысл, как средство ведения войны. Просто утратило. Потому что оно имело смысл, когда было монополия на ядерное оружие. А в условиях, когда ядерное оружие обладает не только так называемый клуб ядерных держав, но еще и большое количество стран, которые обладают этим оружием, иногда даже не признаваясь в этом, как Израиль, например, но, скажем так, всерьез говорить о том, что это может быть средство войны, не приходится. Оно выполняет две функции. Средство сдерживания и средство шантажа. Путин все время пытается использовать его как средство шантажа. Уже не работает. Момент, когда Запад боялся, что Путин своей вот этой будет размахивать и ударит, он прошел. Сейчас ни на кого это не действует. Поэтому это достаточно пустое и бессмысленное занятие. Вот перетаскивание этого ядерного оружия не имеет никакого смысла абсолютно для этой ситуации. Это попытка, да, попытка Беларусь втянуть все глубже и глубже, втянуть в эту войну. По идее, мечта, конечно, побудить Лукашенко каким-то образом использовать свои вооруженные силы в войне, но этого не будет. Я думаю, что Лукашенко эту грань не перейдет, потому что он прекрасно понимает, что это будет означать для Беларуси в целом и для его судьбы лично. Переворот из Польши, о котором говорили и говорил польский экс-генерал о том, что нужно помочь переворот совершить в Беларуси, ну, достаточно резонансная история. Раньше Польша себе такого не позволяла даже на уровне экс-каких-то деятелей, которые уже не чиновники. На ваш взгляд, просто интересно, это связано с вот этой ядерной угрозой или здесь какие-то другие, скажем так, обстоятельства. Просто очень нечитаемый фон этих заявлений. Сидела-сидела Польша, молчала-молчала, отгораживалась-отгораживалась, Беловежскую пущу там перегородила, зубры бедные не могут ходить туда-сюда, а тут раз и переворот поддержать. Ну, я по-другому посмотрел на ситуацию. Польша является одним из главных и наиболее активных союзников Беларуси, союзников Украины, для начала. То есть, мы должны фиксировать в целом отношение к происходящему. Польша, безусловно, является одним из главных союзников Украины. И Польша является центром поддержки, так сказать, белорусской оппозиции. И именно в Польше находится и там находится и Белсад, это, так сказать, медиа, которая вещает на Беларусь. Именно в Польше находились все вот эти вот офисы телеграм-каналов, которые организовывали белорусское сопротивление. Ну, и вообще, в целом, если уж на то пошло, то исторически, безусловно, Польша является страной очень близкой к Беларуси. Это и Великое Княжество Литовское, и, значит, Польское Королевство, и, значит, Речь Посполитая. Все это исторические, исторические, историческая память, которая очень плотно связывает Беларусь, Беларусь, Украину и Польшу. Так что, я полагаю, что здесь основания для такой активной позиции у Польши есть. Ну, и, кроме всего прочего, значит, на сегодняшний момент, безусловно, так сказать, угроза, то, что Украина сейчас делает, вот эта вот война против сопротивления военной агрессии России, поляки прекрасно понимают, исторически они очень хорошо понимают, какую угрозу представляет для Польши Россия. Вот, они понимают, что если с Украиной что-то случится, то Польша может стать следующей, особенно с учетом того, что, ну, по крайней мере, могла стать следующей. Сейчас уже нет. Что касается заявления этого генерала, я понятия не имею, чем она вызвана. Значит, я думаю, что то, что освобождение Беларуси от оккупации, а это оккупация, конечно, оккупации Лукашенко, который является узурпатором, непризнанным в большинстве во многих странах мира, значит, и, безусловно, там есть элементы российской оккупации, я думаю, что освобождение придет не из Польши. Я, честно говоря, не представляю себе такой сценарий, когда польские войска вторгаются на территории Беларуси и что-то там делают. Я думаю, что такого не будет. Есть другой способ освободить Беларусь от узурпатора Лукашенко и российской оккупации. Это вот этот отряд Калиновского, который представляет собой достаточно серьезную силу внутри украинской армии. Я совершенно не могу исключить, что в момент, когда будет долгожданное украинское наступление, этот отряд в полном составе получит отпуск от генерала Залужного и отправится на свою родину наводить там порядок. И я не исключаю, что какое-то количество и украинских военнослужащих, и российских, которые воюют сейчас в составе ВСУ, они тоже попросятся помочь своим фронтовым братьям, боевым братьям помочь освободить Беларусь. Такое я не исключаю. Я не утверждаю, что это будет, но мне кажется, если говорить о возможности польской помощи, то на мой взгляд, она крайне маловероятна. А вот отряд Калиновского, я думаю, что вполне в состоянии будет осуществить такой рейд. И это будет не такой вот разведывательный рейд, как был недавний отряд, недавний, так сказать, бросок русского добровольческого корпуса в Белгородскую область. А это уже будет нормальная военная операция по освобождению Беларуси. Я думаю, что она имеет шансы на успех. Потому что все-таки белорусский народ в целом меньше там поддержки Лукашенко, чем в России поддержки Путина. Так что здесь шансы, я думаю, что есть. Ну и белорусские все-таки силовики это не российские силовики. Там сопротивления будет намного меньше. Поэтому здесь шансы есть. В отличие, конечно, шансов каких-то российских добровольцев освободить Россию от путинского режима. Здесь шансов нет совсем. А вот у отряда или как его называют полка Калиновского такие шансы есть. Мне так кажется. Я в этой связи хотел порассуждать. Смотрите, что есть освобождение, что есть новая оккупация. Потому что когда ну давайте будем как бы смотреть на вещи прямо вот когда на западной технике западными средствами вооружения люди, которые давно уехали из территории Российской Федерации. Берем Беларусь и понятно там как бы тоже оппозицию выдавили. Просто разница колоссальная. Которые уже повоевали с 14 года я имею ввиду членов РДК в Вооруженных Силах Украины заходят на территорию Российской Федерации. Это можно назвать освобождением? Какие шансы имело? Потому что на этой неделе Игорь Александрович действительно это был такой какой-то медиавзрыв. А что по факту мы получили? Значит давайте мы все-таки определим предмет разговора. Мы сейчас все-таки говорим об этом рейде в Белгородскую область. Мы не говорим о Беларуси. Потому что о Беларуси мы поговорим когда какие-то действия будут. Давайте так. Понятно. Разница большая. Нет. Мы изначально начали с Беларуси. Поэтому я считаю что если такой рейд состоится то это будет конечно же освобождение. Конечно же освобождение. никакой оккупации там близко даже не пахнет. Что касается техники то скажите пожалуйста вы на какой технике сейчас работаете вот осуществляете вот этот вот наш стрим на отечественной на украинской я думаю что на западной я думаю что мы пользуемся западными изобретениями пользуемся западной техникой но никто не говорит что мы тем самым оккупируем там украинская медиапроста ну погодите мы не стреляем и никого не убиваем на этой технике это не имеет значения это информационная война и в данном случае когда вы говорите о том какая техника это не имеет никакого значения важны люди а не техника техника это средство понимаете это средство точно так же как то обстоятельство что мы сейчас с вами кстати говоря очень забавно когда значит российские пропагандисты стоя в студии которые полностью оборудованы на западной технике говорят надо отказаться от всего западного Россия там и так далее ну вот у меня всегда мысленный эксперимент очень соблазнительный вот давайте как бы вот мечты сбываются отказались от всего западного и все эти люди все эти Соловьевы там Скобеевы и прочее в этот же момент вот отказавшись от всего западного оказались бы в полной темноте в полном одиночестве причем голой голые люди бродящие в полном темноте в полном одиночестве их никто не видит не слышит потому что все что они делают основано на западной технике на западных товаров и так далее ну некоторые из них произведены в Китае но по западным технологиям так что вот вопрос западной техники я думаю что я предлагаю просто снять а вот что касается ну давайте по этому рейду Белгородскую область конечно же этот рейд не носил он имеет некоторое военное значение определенное потому что это была действительно разведка это была разведка конечно никто не собирался там освобождать да оккупировать Белгородскую область а тем более а тем более Россию это был это был прежде всего политический ход значит разведка и разведка довольно успешно то есть выяснилось что у России просто нет границ вообще их нет не существует ну это в этом подозрении такого рода были но здесь это было доказано что у России нет границ что оказывается совершенно спокойно можно войти в любом месте на территорию Российской Федерации спокойно совершенно пройти и двое суток удерживать удерживать какую-то какую-то территорию углубившись примерно на 9 километров вглубь территории России удерживать в течение двух суток и ничего никто сделать не может ну там географически удобное было положение вот этого Граеворонского района там это был такой выступ углубленный в украинскую территорию поэтому российским войскам было не очень удобно наступать туда они могли просто в окружение попасть но в любом случае это был очень очень удачный политический ход шуму наделали много значит полностью то есть ну по сути дела вот этот вот русский добровольческий корпус и легион свободной России они так аккуратненько подошли к Путину сдернули с него штаны и на протяжении какого-то времени он совершенно вот в такой вот срамоте находился и ничего и ничего сказать не мог он ничего по сути дела ни слова не сказал по поводу того что происходило в это время он там награждал жену Кадырова орденом значит еще что-то делал как раз в это время Зорькин к нему с этой карты прибежал смешной вот разовая история это будет продолжаться в разных точках но возможно и в этом вот поэтому показана была импотентность ФСБ потому что там начали грешить на российскую армию российская армия здесь совершенно ни при чем не задача российской армии при всем там к ней неуважение но тем не менее не задача российской армии обеспечивать безопасность приграничных районов для этого существует ФСБ которая была занята в этот момент совершенно другими делами они в Новосибирске ловили и сажали ученых ну просто сибирское отделение Академии наук это одно из таких наиболее увесистых участков российской науки и самый простой способ получить звездочки на погонах это приехать и обнаружить какого-нибудь ученого который пишет на английском языке который скоро будет запрещен английский язык мертвый как только что был большой ученый по фамилии Володин вот поэтому вот все там это показалось на самом деле это разведка разведывательный рейд он показал что в общем-то совершенно спокойно украинская армия в ходе своего наступления может зайти в тыл отрезать значит эти самые основную часть оккупационной армии количество трехсот восьмидесяти человек тысяч человек отрезать от поставок отрезать от пополнения боеприпасов от подкрепления то есть на самом деле вот такая ситуация плюс к этому еще побудить руководство вооруженных сил России перебросить в тыл какую-то часть войсковых подразделений тем самым ослабив то что находится сейчас на фронте так что это очень удачная операция ну а то что это сопровождалось пиаром разговорами о том что сейчас это Белгородская народная республика потом будет Московская и так далее это все но это пиар это информационная война это ИПСО как сейчас обычно говорится ну не без этого война есть война да друзья пожалуйста подпишитесь на мой канал поставьте лайк этому видео также Игорь Яковенко будет отвечен как пользователь YouTube переходите подписывайтесь следите за стримами за обновлениями очень рады всем подписчикам и комментариям конечно не забывайте ставить лайки это принципиально важно для того чтобы возможность посмотреть видео имело большее количество людей финальный мой вопрос он знаете ну не знаю как у вас ну может просто знаете разный порог ностальгии у меня вызвало определенную ну не порог а имеется ввиду временной отрезок ностальгии у меня прям ностальгия неимоверная после появления вот этой новости война России против Украины закончится болезненным перемирием и территориальными компромиссами которые не удовлетворят ни одну из сторон это мнение высказал экс-глава Министерства иностранных дел Германии внимание Ёшка Фишер когда вот мы говорим о Ёшке Фишере мы переносимся в те как раз таки наверное времена когда ну собственно как вам сказать действительно было какое-то вот уважение к тому что делают дипломаты ну по крайней мере может быть это у меня так на самом деле может отношение совершенно другое но к сути сказанного в завершении нашего сегодняшнего разговора в конечном итоге так и получится что как бы недоволен будет ни Кремль ни Киев у нас с вами немножко разная биография поэтому я поскольку я несколько десятилетий преподавал ГИМО вот в этой кузнице кадров российской дипломатии и не только российской кстати Такаев кстати тоже выпускник ГИМО так вот поэтому я я этих многих дипломатов российских знаю еще маленькими знаю в качестве своих студентов поэтому так сказать у меня чуть-чуть другое отношение ну да в общем-то конечно тогда еще кто-то из них был дипломатами но ладно это действительно ностальгия версия что будет так как говорит Ёшка Фишер ее совсем исключить нельзя вот совсем исключить это нельзя на сегодняшний момент это кажется абсолютно невозможно вот на сегодняшний момент давайте так мы живем вероятностном мире на сегодняшний момент это абсолютно исключено ближайшем будущем это абсолютно исключено да возможно что в результате каких-то событий война затянется вполне возможно что и кстати говоря мы не знаем скажем через год а видимо все-таки война продлится еще скорее всего год или может быть даже больше но это если не случится неожиданности то есть возможно неожиданности возможно война прекратится не в силу большой сокрушительной победы Украины а в силу внутренних процессов в России потому что в России смута начинается уже в России начинается смута она начинается мы с вами не затрагивали и времени нет и желания может быть большого нет мы не затрагивали того что творит Пригожин как он петушками называет руководство российской армии так на тюремном жаргоне понятно что это такое когда руководство российской армии все офицеры обтекают и ничего не отвечают на это это очень характерно вот смута начинается в России поэтому тут могут быть неожиданности но если например все таки все продолжится именно в логике войны да теоретически возможно что эта война затянется и возможно что будет такая ситуация когда действительно продолжение войны станет гораздо большими сопряжено с издержками чем ее прекращение сегодня прекращение войны в тех условиях которые которые существуют оно для украинского народа и для украинского руководства оно сопряжено с гораздо большими издержками чем ее продолжение поэтому она будет продолжена значит вероятность того что когда-то будет так как вот говорит Киошка Фишер она существует она небольшая но существует но мы не знаем в каком состоянии где будет проходить линия фронта на тот момент просто этого не знаем и поэтому вполне возможно что действительно Украина отвоюет какую-то часть своей территории ну и дальше упрется в какое-то какое-то серьезное сопротивление на каком-то этапе войны вполне возможно что украинское руководство решит что ну вот отвоевали все что могли и хватит отвоевали например Крым отвоевали например часть какой-то территории в Донбассе понимаете это мы вступаем в сферу фантазии возможно такое возможно на сегодняшний момент это кажется непредставимым вот просто непредставимым потому что сегодня украинское общество консолидировано вокруг идеи что война может прекратиться только в том случае если так сказать Украина отвоюет всю территорию вот сегодня это такова ситуация поэтому я думаю что вероятность того что сценарий будет реализован как об этом говорит Ёшка Фишер крайне невелика я думаю что вероятность такого сценария очень невелика да Игорь Александрович спасибо большое за ваше время и ваши мысли спасибо удачи вам друзья пожалуйста берегите себя берегите друг друга увидимся обязательно на моем канале всем добра и света до скорого